Последний грустный взгляд, последний раз на наш любимый зал ресторанчика. Ты будешь скучать? Уже скучаю. Присаживайтесь, пожалуйста. На глазами поухаживать, сульчик отодвинуть уже, чувствуя себя принцессой. Хорошо, сейчас поставлю камеру, повешу. У нас, как всегда, фрукты, как всегда, хлебушек. То есть, как всегда, сейчас будем кушать. Посмотрим, что мы заказывали, что оно принесет. Здравствуйте, это вы нас вкусите. Спасибо вам, хотим сказать. Очень вкусно кормите. Хотели бы выразить благодарность вообще, просто взрыв вкуса. Не шеф пор, а кудесник, наверное, того, что здесь происходило. Каждое блюдо, для меня самый большой показатель, это то, что мы ни разу не обратили свое внимание на соль, перец. Всегда идеальный вкус, прям вообще восхитительно. Спасибо вам огромное. Достаточно. Достаточно. И вашего коллектива, да. Людей еще приедет. Приезжайте. Спасибо большое. Будем рады. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Это у нас Франция, правильно? Да. Отлично. Даже не верится, что вы уже выезжали. Ну что? Конфетка. Мне кажется, что ты не сюда какой-то ставишь. Да, конфетка. Мне тут нравится. Конфетка. Мне тут нравится. Так. Так. Перед тем, как мы начнем кушать, кушать, есть. Это все-то придумал новое слово. Кушаться. Кушаться. Надеюсь, за это ругаться не будут. Вообще правильный будет есть, кушать где-то. Здесь мы просто получаем невероятно фантастическое удовольствие от приема пищи. Это действительно круто. Вот подходил Александр, наш шеф-повар. Ему просто душевное спасибо. Я думаю, что очень много людей участвовали в приготовлении блюд. И в нашем обслуживании здесь мы провели, получается, сколько, четыре дня, да. Ну да, почти. Незабываемых. Это оставило такие впечатления, как будто жизнь в раю. Ну, вы знаете, тут как-то, ну, формируется вот все вместе. Ты, когда покидаешь территорию отеля, как будто вообще в другой мир попадаешь. То есть и здесь находишься в другом мире. И туда выходишь, там совершенно другой мир. И здесь живет отдых. Я сегодня встретил еще одного своего подписчика. Он тоже счастлив, он тоже там с профсоюза. Ему огромнейший привет. Отличный отдых. Он только вчера прилетел. Сегодня говорит, ну, не стесняясь нам давать интервью. Ребята, не стесняйтесь рассказывать правду о том, как оно есть. Он тоже очень доволен. Не первый раз приезжают в этот санаторий. Для Бога, чтобы у нас у всех были такие возможности сюда приехать. Я очень поблагодарить полностью весь персонал обслуживающий. Можно начать так от моря, чтобы двигаться так сюда. То есть это спасательный на пляже, это охранники на пляже. У всех всегда приветливые. С нашим водителем. Алексея. Алексея нашего водителя, который нас сюда привез и который нас сюда, надеюсь, что отвезет. Далее в номерах обслуживания мы с девочками общались. У меня было более плотное общение. Света в номере встречалась с ними. А так как очень плотно, потому что мы ходили по разным номерам, снимали, то есть везде, честно, видели порядок, красоту и чистоту. Дай Бог, чтобы так было всегда. Чтобы никакие, говорится, облачки и тучки не могли повлиять на ваше настроение и, говорится, удовольствие гостей, которых вы принимаете. За зонтики вообще королевское спасибо. Только по прогнозу показали дождь, сразу у нас появились зонтики. То есть огромное спасибо. Далее мы двигаемся сюда ближе. Я хочу выразить искреннюю благодарность тем людям, которые заботятся об этой территории. Потому что это какая-то нереальная работа, титаническая. Вот я сегодня снимал про знаменитую аллею космонавтов, которая здесь существует на территории данного пансионата. С 80-го года здесь проходит реабилитацию космонавтов, то есть по здоровью. У меня еще ни один ролик не вышел про медицину, хотя мы их отсняли, чтобы потом увидели, оценили вообще возможности данного комплекса. И Тома там маленькую часть сказал главврач, которому также выражаю огромное спасибо. Очень грамотный человек. Я на самом деле никогда в жизни не общался вот так вот с врачами, которые просто фанаты своей работы. И вот он везде, чтобы вы понимали. То есть во всех медицинских сферах, везде. То есть он все сам прочувствует, все знает. Он живет здесь и постоянно, грубо говоря, на работе. Ему огромное спасибо. Произвечешь правильно как ты зовут? Розигар Эдуардович, а вот фамилию не знаю. Розигар Эдуардович, я просто, ну как мне тяжело с именами фамилию. Я вам благодарен, спасибо, что вы есть. Далее мы приходим уже, наверное, в СММ. Те люди, которые занимаются вообще рассказами об этом. Здесь у нас Мария была, которая нас сопровождала, рассказывала о пансионате. Ей тоже огромное спасибо, низкий поклон. Я надеюсь, что мы смогли осветить все аспекты. Именно осветить не рекламу, ребята, а именно освещение того, как, где тут и что происходит. Вот, взять шампанское вино. То есть нам сказали, что на праздники подается к обеду, да. С утра шампанское в обычные дни. То есть вино не идет. Ребята, нам надо поднять за вас бокал. Говорит, то есть вообще без проблем, привезли, давайте сделаем. Все, не вопрос. То есть, понимаете, повара позвали Александра в городе. Благодарить. Вообще, реально просто круто. Также нас обслуживал Александр. Ему огромное спасибо. Вчера был другой мальчик. Он тоже немножко так удивился, что камера не камера. А потом все у него тоже получилось. Спасибо огромнейшее. И всем тем людям, кто вообще занимается. Потому что, на самом деле, здесь работает просто колоссальная машина персонала, который делает отдых людей в этом санатории просто волшебный. Уверен, что везде есть какие-то косяки, там какие-то, так сказать, срывы, да, от всего того, что должно быть в идеальном. Но мне тут не просто, мне хватило, да, как мы отдыхали с тобой в Абхазии, номер в подвале. Почему? Потому что мы замерзли. Помнишь там? То есть было шикарно, потому что были на море. Но здесь совсем другая обстановка. В общем, всему санаторию, в южном море низкий поклон. И делайте людям праздник постоянный. Я уверен, что они вам за это будут благодарны. Дождалась. Ваше здоровье. Ну что, у тебя сациви, а у меня бурата, да? Ну давай попробуем, так сказать. Сначала посмотри. Я так поняла, нам как вчера рассказывали, вот как раз-таки тут сырная корзинка, такая в яичко и вот помидор. Сыр в яички. А, это будет, наверное, великолепно. Сказали, что это прям что-то очень интересное должно быть. Ну а у меня сациви, это грузинское блюдо. Не знаю, какая тут салатная билочка, там еще что. Ну вот я научился, благодаря вам, видите, у меня этих салфетки. Мясо с соусом. Ой, смотрите, его билочка ковырнула, оно разваливается. Это не яичко, это сыр такой. Сыр так сделан? Да, представляешь. А кажется, что яичко смачивала. Тебе советовал вчерашний официант, не помнишь, как зовут? У него не было. Вчера, я сказал, только первый день работает. Потому что количество людей увеличивается. Кто-то думал, унесли ребенка и не хотел уйти. Так, возвращаем камеру на место. И сейчас будем вместе с вами все это пробовать. Ну что, приступим. Видите, Бурата смело берите. Вот что это расскажи по вкусу. Это помидор с сыром, сыр нежный. Сыр такой вот, как объяснить, ну не адыгейский, но такой вот тянущийся, но при этом вот какой-то по вкусу как адыгейский. То есть такой белый сыр. Я думаю, гидегейского сыра тут не может быть. Нейтральный вкус, я имею в виду. Не соленый, не горький, а именно вот такой нейтральный, как сливочный сыр, очень вкусный. Как идеально. Что такое сациви, друзья? Это мяско, я так понимаю, что куриная грудка в каком-то вот соусе с большим количеством специй. Там не написано, кстати? Пахнет очень вкусно. Сациви? Да. Попробуй, попробуй. Это большой кусочком. Да любой, бери мне не жалко, Светлана. А мне жалко соев, яйца. То есть оно очень вкусное. Попробуй. Так, у меня сациви из цыпленка просто подвесена и все. Будь аккуратенны, иногда попадаются вот такие вот косточки. Вот у Юры прям мясная-мясная закуска, а у меня наоборот лайтовая, диетическая, можно сказать, очень легкая. И очень как я ее ем, ребята. С этого грудь, что там что-то попадается. Я беру, развалываю курочку, перемешиваю ее с этим соусом. И это просто магия. Соус действительно очень вкусный. Яблочко. Они вообще кавказская кухня, очень вкусные соусы готовят. И белые, и красные. Ты видела нашего шеф-повара? В моем понимании, шеф-повара, ну как я хотя бы, по кругу не ехать. Ну я не в том смысле, что вкусный, а он... Потому что не такое питание. Я вот на самом деле, если бы был, как многие сравнивают с Турцией, и в Турции ел в таком количестве, я бы уже двигаться, наверное, не мог, согласись. Ммм, еще далеко ходить. Мы когда во фламинго отдыхали, мы на завтрак ели. Я умирала послезавтра, то я не могла выйти за стола тогда, помнишь? Да. Ну вот, одеюсь, завтра. Просто такие продукты, как бы, ну, подешевле, грубо говоря, чтобы был объем. А здесь мы едим, ну, на троилочку, да, грубо говоря. Это ресторанное меню, конечно, здесь будет все продумано. Светлана, скажи, вот пока тебе самое больше всего, что понравилось блюдо из всех, которые мы ели? Ой, мне бы сейчас просто список бы положили, я бы просто вспомнила название. Мне очень понравился стейк из семги, это просто, наверное, моя любовь. Очень понравился гаспачо томатный, это вот то, что я на днях ела. Бульон домашний, вот, которым я съела вчера, буквально на обед, помнишь, горячее блюдо, очень понравился. Ашот с... Одно самое вкусное блюдо. Это все вкусные, я просто вспоминаю, вот, что я ела, и да, мне нравится. Знаешь, что я вспоминаю? Ну, самое прям, вот то, что я не ожидал. Холодец? Холодец волшебный. Тиная ножка. Да. Тиная ножка с яблоками, это был просто неожиданно. Причем это было дежурное блюдо. Да, гороховый суп, кстати, тоже был дежурное блюдо, очень вкусно. Ну, здесь, знаешь, это там многие пишут, вот вы там гречку едите, ребят, мы бы попробовали бы эту гречку. Да, гречка, кстати, не помню с чем она, с гулюшом была или нет? С бестроганами, с грибочки. А, это дежурное блюдо, да, было бестроганами? Ой, это да, очень вкусно. Вы не представляете, ну, просто что это, вот такую гречку? Если бы я мог себе такую гречку как-то приготовить, я бы ее ела каждый день. В принципе, наверное, и пал, не пал, то есть камбала была вкусная, я так думаю. Просто Юра ела. Я попробовала. Юра ела с моих. Там сочная с рыбой была, великолепная. С лимоном, вообще, пальчики обрезали. Так, это у нас сегодня, да? Угу. О, кому-то придет борщ зеленый, а кому-то министроне с сыром. Министроне с сыром, это я. А, у тебя был какой-то суп вчера кукурузный, да, по-моему, с креветкой? Да. Или у меня был? Сладкий суп. У меня был вкусный салат, по-моему, с креветкой, вот прям обалденный. Только вчера ели, я, прошу прощения, сам было. Белиссимо, какой-то был салатик тогда. Не, я просто просил. С кальмарами, салатами. Я все помню, ты знаешь, как вчера. Даже в овощной салату было. Просто самое волшебное, что было, это было утиное. Я просто не ожидал такого вкуса, понимаете? Охолодец с уткой. Ой, не суткой. Все было в великолепном свете. Не ожидал я вкуса утиной ножки с яблоком. Утка с яблоком. Я всегда думал, когда я впервые попробовал утку дичь, я после этого понял, что не мое это. То есть, ну, принесли, есть хочется. Надо. Да. Это более дешевле. Тут я пробую это и... Научиться готовить этот соус со циви. Ну, я думаю, в интернете все равно есть рецепт, а вот как приготовить. Кто больше повод знает. Ваше здоровье. И ваше. И здоровье каждого человека, который попытался ануться. Честно, кухня очень грустная в ресторане. Ну, не могло же быть иначе, правильно? Я даже не знаю, как после этой еды привыкать к нашей обычной столовой. Ну, там тоже вкусно, но там ниша другая, да, совершенно. Вы там таких блюд просто не попробовали. Там ты ешь гречку, Свет, и толстый. Да, которая для диеты предназначена. Кстати, ты заметил, нам ни разу ничего из картофеля не приносили? Возможно, крахмалу вредим? Суп был. А, ну, какой суп? Ну, там чуть-чуть, а не может. Гороховый. Ну, там чуть-чуть. Именно блюд картофеля не было. Может быть, конечно, мы немножко рано уезжаем. Для меня ресторан этот казался показательной в бане вообще еды. Я теперь вот боюсь есть. Овощи. А вдруг они куда-то пойдут, да? Да. Можешь посмотреть. У меня борщ будет, а у тебя министрона. Ну, наверное, в министроне. Угу. А кефаль в темпоре соусом из ананаса, а у меня шница или с цыпленка, свежие овощи. А, у нас еще подошли наши первые блюда. Я, на самом деле, уже поел, уже наелся. Да, закуска была очень классная. Бурата даже. Тут столько для хороших фигур, для диеты, вот столько овощей. Причем никогда бы не подумала, что их можно ну так вкусно приготовить. Слушай, вчерашняя капуста. О, белая. Цветная, цветная. Ой, ой, ой. Не напоминаю, очень вкусно слюни потеряют. Действительно, овощи очень хорошо готовят. И на любой вкус и цвет. И фасоль. Есть куда стремиться. Я вот честно благодарен судьбе, что получилось побывать в таком месте и попробовать блюдо нисколько не готовится. Кстати, здесь даже есть оливье, семга и яблоко. Вот такого я еще не пробовала. Мы не стали заказывать, потому что, короче, хотелось с отцены и Буратов попробовать. Да, что-то, ну, оливье как-то звучит обыденно. Да, и не забывайте, только одно блюдо из одной категории, потому что можете очень сильно удивиться. Надо ехать втроем всегда, чтобы пробовать все. Я хочу на обед, например, можно вообще вчетвером и на ужин. Да, там по 4 блюда. Получается холодные салаты 3, горячие блюда 4. Не поверите, что это за блюдо? У меня зеленый борщ и яйцо мы чадом. Продемонстрируйте. Что там у нас есть? Яичко. Спитана, конечно же, моя любимая курочка. Ой, я вообще не могу, я сейчас съем это все. Я Юра не доставлю. Там подъезд, там несколько видов мяса. Я? Я не знаю, я курицу вижу. Или нет? Нет, нет, нет. Одно, я прошу прощения показалось. Курица едетическая, вряд ли на сыном борьбе. Так, и у меня называется это министронное с сыром. Показывай. О, это овощной суп. То есть, посмотрите, как миленько порезаны все вот эти овощи. Это просто какой-то... С горошком. Хотя нет, я свой борщ не отдам, он шикарен. Ты что? Ну, я просто смотрю, это вот, 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 вот. Посмотрите, как нарезано все. У меня все будет хорошо, переживайте. Ой, я просто уже за камеры не выдержала, сказала, что это самый вкусный зеленый борщ, который я пробовала. А я действительно много где, везде где бываю, если есть там зеленый борщ, я его заказываю. Юра обычный кубанский заказывает, в основном, ну, борщ, когда ходят в скаловую. Я зеленый, я его вижу, я заказываю. Жалко, здесь не было борща, чтобы начало сравнить. Ну что, пробуем? Потому что борщей много, не всем угодишь. Ну, и щавель такой, просто. Так. Смотри, что я тебе хочу сказать. Попробуй просто. Не-не-не-не, это ты не понял, надо овощи, правда? Берись с овощами, мне не жалко себе, я наделся. Ну, ты вообще тебя мало. Ты домой потом и можешь. Пахнет раз, пахнет кавказскими правами. Попробуй, просто попробуй овощи. Как они это делают? Это диетический суп, а значит? Нет, он с бульоном не может быть диетический. Смотрите, ребята. Это зрение наполнения. Каждая овощ, то есть, ну, знаете, сколько готовишь суп, да? Где овощи? Каждый овощ. Каждый овощ. Каждый овощ. Каждый овощ. Он приготовлен идеально. То есть, вот как вы видите, кусочка, они все язычком чувствуются, они распадают, ну, как не распадаются, вы их прожевываете просто. Фантастика. Все там говорит, там досыпь сухар и там еще чуть вообще не надо. Идеально. а вот сам бульон создает какой-то эффект домашнего четко тёпа вообще прекрасного но надо говорить все равно что диетический суп вегетарианской бульон конечно наверное мясо там не плавает именно овощное наполнение подойдет следит за фигурой как минимум ну по ней почему почему называть министром если дай пожалуйста махнемся я прям что-то между загорелся твой суп а здесь как раз калории получишь то что здесь на этические же овощами должны потом купить ну тогда я просто плавать сметанами не очень рекомендовано я заценила я просто хотел сапариком и раз ты не хотел мой зеленый борщ и я так и быть с барских плечах поделилась с тобой потому что ты должен это попробовать сам напоминать чем-то свекольник только не не свекольник какой по вкусу этот или этот там секунду как можете свекольник например где нет свеклы овощной суп напоминает не свекольник как можете кольник в супе когда беда свеклода напоминает по вкусу как кислоты здесь такие же как свекольник больше свеклой даже не лучше а вот зеленый борщ вообще кислоты не имеют я вот не почувствовал значит который я вот зеленый борщ сделал там очень много щавля и там есть тут прям хорошая пропорция я думаю что здесь более он сбалансированный как по госту скажем тогда по всем стандартам столов конечно нарушает я понимаю я здесь восхищен степенью права всех овощей вот ищет кушать и вот каждый до ул еще прям распадает ну как не отпадать а наоборот пока ты начинаешь пережевывать она вот прям держит альденте потому что ты не жевать ее можешь бывает что развариваются пюре здесь альденте то есть то что надо альденте то что ты понимал это не готовая продукция здесь она прям идеальная степень готовности ты ученка захрустела что все идеально даже вот я тут ем сейчас картошку и она вот будет сохранять свою форму пока ты не получишь рот и ворту на просто тает но вот это говорит о том как я даже покажи мне не верите что знаешь как диском садике проверяет ну что выпьем за любовь после того все ли супа гиппеть захотелось в доступах надел мы сейчас печать от счастья вон когда например горячее блюдо потому что что у тебя что у у меня это будет по ходу бомба кипаль в темпуре соусом из ананаса у меня с цыпленка свеже овощи соусом барбекю это будет вообще просто классно кипаль вишнице я кипаль ух ты какая прелесть вау у тебя да вау судя по размеру ты сегодня будешь очень доволен а что ты мне показываешь я посмотри на мою котлетку шницей это вообще я по ходу взял этот как его назвать джек пьет после супа да вегетарианского можно и нужно я промолчу как это вкусно не молчи так хорошо что нам оляточка я боюсь это попробовать и поделаешь не бойся давай я попробую ммм ммм однако детечка рыбка не а ты на это ананас это удовольствие да ммм 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 наггетсы в макдональдсе ки-си курят это не наггет ну чё ты сравнил это же шница я просто читал самая вкусная курица нет это такие все курицы сама главная вайм мы себя ведем как в турции русские ну да все наши визиты все будут шоке дать тебе и у меня вкусняшечку и слайма давай я даже специально попробуйте сделать даже так мы чтобы вкусно там через шелебартер сможем не думала что такое тонкое мясо сочетаться буду много не думать начали шокол решил последний вечер также закормить что-то мы потом подспоминали последний раз ужинами ой обедали даже будем дома чай и плакать да мне только дошло что все были в масках я сейчас понимаю что я только глазам нашего официанта могу запомнить про имена это вообще отдельная тема да и выставляешь как ребятам работать и каждую неделю на сдавать тесты на камень такая особенность деньги не пахнут постоянно масках перчатку господи я хочу ставить в перчатках когда он с бутылочкой вина это очень даже гармонично смотрится когда он наливает его я забыла за эти три дня что вообще коронавирус есть мы ничего не ограничено правильно но не чувствуем себя реально в тюрьме говорят вот типа вот вы будете в санаторий на территории да я бы так вот жила в таком режиме да на самом деле то ли санатория больше ничего не нужно приезжай сюда у вас здесь все уже есть все продумали за вас вы даже выходите куда не захочется согласись мы выходим а там даже близко такой растительности даже нет это же дендропарк лучший парк отдыха я кстати единственное это ходил хотя и красота а когда прошел по территории отначал жилищем и не взяли фотоаппарат я в этом я в одном номер который здесь аккуратно сегодня 8 что выйдет там заходишь номер там не надо супер широкий объектив чтобы его фотографии сегодня у нас 15 ну что я считаю что можно порога закуска есть добить обязанности 10 нужно света без десерта уже больше никуда ну а потом все ты понял что 10 будет сегодня ну что у нас сегодня на 10 шоколадный правда и кофе можно венец к женский чай я чуть было свое мясушко не отдала шоколадный брауни мне как раз надо от сладкого отказываться отказывайся мою пользу спасибо просто поднять за вас бокалом александр вам тоже огромное спасибо за обслуживание было все великолепно прямо от души я уже все я выпить она в смысле отдает спасибо огромное ну что давайте попробуем как я чокнулась да ты это слышал а я просто даю мне твоего так ну ладно так из нее лоска все напилась в 10 кушай брауни вода кстати брауни вот взяла испортилась в 10 а что я пугаю а то якобы на время и кушай брауни кушай я Playing Apps чтоosten Lang strand Из-за угла появляется медленно брауни. Естественно, не знаю, что такое брауни. Да это шоколадный бисквит. Брауни есть шоколадный бисквит. Это очень классная тема. Это классная тема. Это реально вкусно. Как чизкейк на уровне где-то. Вот для меня чизкейки брауни, чизкейк где-то там. Не, не, не. Не, ну это два разных десерта. На самом деле, зря ты их так вообще сравнил. Ты мне продолжила сравнить? Ну, я их не сравнила именно между собой. Я имею в виду, это не просто десерт там какой-то, мусс или это. Это зря до пирогов, это действительно. В общем, есть произведение искусства, галереи там. А есть три дня кайфа из сторонного питания. Или четвертый день, это все равно. Я все-таки решила сфотографировать чайную карту. Потому что этот чай, это просто. Я только его пила, Юра не доставит. Один раз я попробовала сливочную нежность, но... И один раз ты пробовала кофе. Ну, сливочно-нежность. Глиассе. Ну, и венский кофе. Кофе по-венскому. Вот так вот подходит к концу вкуснейшая еда. Я прям это даже не хочу уходить, а надо. А надо, потому что нам осталось еще снять рум-тур. Юра снимет, конечно. Может, отыскнет. Мужской, женский взгляд? Бабы, все. Просто. Это мой будет взгляд женский, поэтому я думаю, что это мало кому информативно. Ну, просто у меня был обзор ванной комнаты. Круче, чем я обозревать ванную комнату, наверное, не увидит никто. Я, кстати, кто смотрел это видео, я нашла то, что можно было бы добавить, но это прям, наверное, уже... Ну, вот что выше люкса, я не знаю, президентский какой-то комфорт. Это мы с подписчиками мочалку бы одноразовую, ну, как бы на каждого добавили. И освежитель воздуха, как бы не банально звучало, но у нас его нет. А еще от меня персональная одноразовая расцветка гребешок. Ну, то есть, сама такая недорогая, но чтобы она была недорогая. Слушай, еще от тебя, тут может быть человеческий просто факт, что не было служителя. Просто он понимает, что все всегда нервничают, все всегда стараются. У девочек очень много номеров, которые у меня работают. Самое интересное, я смотрю, обозреваю, я понимаю, что все укомплектовано. Даже вот набор для шитя, зачем бы он нужен, но он есть. Бритвенный станок одноразовый. То есть, ну, как... То есть, ну, как... То есть, ну, как... Да не видела, что... А, ну, Юра у нас, короче, не пользовался своей... Последней коробочкой. Да, у нее не дошел. Там был крем для брюча и, собственно, панал. Ну, еще донесли новые десерты. Дискрипит торт Фантазия. Можно сказать, что... Комплимент от вас? Да, чтобы вы попробовали все сегодня. Спасибо большое. Это же тот самый десерт. Ну, я не стала говорить, что мы его уже понагреем. И понагреюсь я ему второй раз стала. Утром, по-моему... Не, не утром. Это тебе комплимент? Знаете, когда мы ели его? Мы вечером, мы вчера ели, по-моему, да? За то, что я чокнула. Звучит. Это называется диета. Сегодня весь день на овощах сидела. И для чего? Для двух кусков с десерта. Ну, вот как вот с такими десертами соблюдать эту диету? Ну, серьезно, как отказаться от сладкого? Просто белисимо. Я верну тебе долг. А-а-а! Это же тот самый, который ты... Нет, там был шоколадный, это другой десерт. Этот я хрустела. То есть, оговорился, пока я не... Какой же вот, вот? Ты украл просто с другого десерта. Засчитано. Но если это было не последнее, я не знаю, то у заведения. Так, я тебя тогда отпустаю. Потому что, Юля, надо быстрее там оказаться. У меня кофе еще допустим. Ну, ваши пару слов. Вы здесь, да, Твань. Вы принесли. Больше подбородочек. И благодарен. И лови, не спинку. Что сказать? Я не хочу просто к прежней жизни возвращаться. В общагу приходится? Ну, общага. Знаешь, общага и санаторичной звездой. Как вообще нас сюда угораздило, да? По уровню жизни. Огромное спасибо генеральному директору. Директору. И все, ну, я просто... Вообще, вот как произошло? То есть, нам, как сказали, что... Так сказать, владелец, либо генеральный директор, как вам назвать? Человека посмотрел видеосюжеты? Гендиректор это как раз таки Иван Иванович. Не худой. А... Сделали предложение. Приехать, рассказать о санаторге. Надеюсь, все поправьте. В комментариях единственные, наверное, негативные моменты, которые встречаются, это то, что дорого. И на этом все. Дай бог, чтобы все могли себе позволить. Тут нет такого клея, который приклеивает тебя в стул и в пол. Ну, возможно, уже за нами. Ладно, друзья, всем пока. Южное взморье. Я думаю, мы еще оставим чуть-чуть попозже, когда будем плакать дома. Отзыв. И пить чай из пакетика. Мне еще здоровье сердце есть. Я уверен в тебя, Ситана. Я побежал. Давай, и дальше. Пусть не черчает на меня, Алексей.